Уважаемые гости, компания Кудерлен приветствует вас. Тема нашей сегодняшней встречи 1С ERP управления холдингом и поговорим мы с вами сегодня об отпусках, об учете отпусков. Наши контактные данные вы видите на экране, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант, аналитика 1С Гардашева-Калина. И мы очень рады тому, что можем оказаться вам полезными, будем рады обратной связи. И, соответственно, если какие-то вопросы будут возникать, то, пожалуйста, задавайте их любым удобным для вас способом. Если мы сможем на них ответить в течение нашей встречи, я постараюсь это сделать. Если нет, то мы ответим письменно. В этом случае у нас будет уже не так лимитировано время. И мы сможем и поподробнее ответить, и уже касательно вашей ситуации, то есть более предметно. Итак, что касается нашего сегодняшнего вебинара, программу его вы видите сейчас на экране. Мы поговорим, естественно, про настройки, потому что, как вы знаете, у нас много изменений. То есть полноценная реформа бухгалтерского, налогового учета. И, естественно, конфигурации тоже не стоят на месте. Тоже в них вносятся изменения в соответствии с законодательством. То есть мы поговорим про эти изменения, про нормативные требования, какие справочники нам надо дополнительно дозаполнить, как учитывать изменения, которые произошли. Ну и, собственно, конкретно по отпускам, то, что, когда имеют право получать, какие у нас произошли с вами в рекламентированной отчетности изменения. И, если успеем, еще немножко поговорим про дополнительные сервисы и отчеты. Наша с вами сегодняшняя встреча будет происходить таким образом. Мы будем говорить про нормативные требования на основании слайдов. То есть будем смотреть ссылки на нормативные документы. Потом будем переключаться вот таким вот образом, переключаться на конкретные ситуации, которые с вами рассматриваем. И, соответственно, будем уже на внешности, так сказать, смотреть, как это выглядит на базе, на конкретные конфигурации. Сейчас мы с вами снова возвращаемся к слайдикам. И вот о чем поговорим. Значит, ну, первые, естественно, теоретические, так сказать, вопросы. Отпусков у нас на самом деле достаточно много. То есть всего около 24 видов. Естественно, в повседневной, так сказать, жизни мы используем их не все. Ну, самые такие часто используемые, естественно, это ежегодный оплачиваемый отпуск, дополнительный ежегодно оплачиваемый отпуск. Это может быть в том числе и учебный. Отпуск по беременности и родам. Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, до трех лет. И отпуск за свой счет, то есть без сохранения заработной платы. Ну, естественно, в соответствии ваших, так сказать, бизнес-процессов, перечисленным здесь отпускам, это уже частное дело. То есть вы настраиваете, естественно, в соответствии со своими бизнес-процессами. Ну, напомню, что все отпуска у нас регулируют график отпусков. Он должен быть на предприятии обязательно. И по аналогии с учетной политикой утверждается он не позднее, чем за две недели, но начало календарного года. То есть, вот, например, за 2024 год график отпусков у нас должен был быть утвержден 17 декабря 2023 года. Соответственно, в 2024 году мы утверждаем график на 2025 год. Каких-то глобальных изменений в отношении графика у нас, слава богу, не происходило. Ну, были выпущены разъяснения касательно существующих правил. И эти разъяснения, сейчас вы увидите на экране, это, собственно говоря, на предоставление отпуска в удобное время. Ну, в основном это коснулось родителей, у которых есть детки, три и более, поскольку сейчас у нас многодетность, считается семья, где три и более ребенка. Также подчеркивается, что это право сотрудник имеет... Ой, извините, перескочила. Вот так, это мы с вами посмотрели, вот этот слайдик. Соответственно, мы с вами посмотрели, что это право необязательно в первые полгода применять. То есть оно может быть реализовано в соответствии с графиком отпусков, сразу поставить, когда удобно и, в общем-то, не изменять такому алгоритму. Предоставление отпусков в любые дни, то есть независимо от того, что это выходные или праздничные дни. То есть в этом случае у нас отпуск может предоставляться по частям, и, соответственно, одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. А остальные части могут быть, например, одна часть семь дней, другая часть восемь, пять, десять и так далее. И, соответственно, Минтруд выдал рекомендацию, обратите внимание на слово такое политкорректное, рекомендации. То есть это не жесткое требование. Выдвинул рекомендацию не увлекаться чрезмерным дроблением отпуска, то есть не дробить отпуск там по два дня и так далее. Ну и, соответственно, еще раз было подчеркнуто, что красные, то есть праздничные дни, не входят в число календарных дней отпуска. Это надо обязательно учитывать. В 2004 год у нас принес достаточно много корректировок, но в основном они касались подоходного налога, то есть НДФЛ, удаленных сотрудников, всяких других важных моментов. Но, слава богу, изменений 2024 года касательно отпусков у нас не так много. Ну, во-первых, был, как вы помните, повышен МРОД. И в этом году составляет он 19242 рубля, уже анонсирован Новый год, ой, Новый МРОД на следующий год. И, в общем-то, небольшое техническое изменение, то есть корректировка, это если у нас получалось дробное количество отпуска, то он округляется в сторону в интересах сотрудника. То есть по увеличению, например, 2.33, как мы начисляем, за каждый полный месяц будет округляться в сторону трех, то есть в сторону в интересах работника. Следующий слайдик, это у нас, собственно, показывает, как у нас активируются настройки, которые касаются отпуска. Напомню, что у нас все настройки, которые касаются, так сказать, грубых настройок, то есть активации функциональных опций, находятся в разделе НСИ и администрирования. И, соответственно, если у нас идет разговор про оплату труда, то первое, с чего нам нужно начать, это в разделе НСИ и администрирования посетить, так сказать, раздел расчет заработной платы и установить здесь чекбокс. Вот видите, на слайдике красное выделение, это красивая еленая галочка, то есть использовать резервы по оплате труда. Сейчас мы туда перейдем, а потом вернемся к тому, что поговорим про резервы. Так, значит, мы с вами находимся в режим раздел НСИ и администрирования и раздел заработная плата, то есть настройка НСИ и разделов и смотрим с вами заработную плату. Вот. И интересовал нас здесь вот такой флажок использовать резервы по оплате труда. Когда вы работаете с чекбоксами, то есть грубыми, так сказать, настройками, очень важно, чтобы вы читали справочные пояснения, которые идут под каждым таким окошком, которое требует выбора. То есть, соответственно, мы проставляем чекбокс, потому что, во-первых, это нормативное законодательное требование, то есть что мы создаем оплату труда резервам. Ну и сейчас еще раз переключимся с вами на слайдике, поговорим о резервах. То есть у нас резервы есть самые разные, то есть и резервы на оплату труда, и резервы, допустим, на обесценение по сомнительным долгам и так далее. Ну, то есть на самом деле резервов достаточно много. Ну, несмотря на то, что резервы отличаются, в общем-то, в различных подсистемах у нас резервы логически подразделяются по типам резервов. То есть резервы на оплату труда предполагают, что мы создаем свой элемент справочника на каждый год. Это, в общем-то, позволяет не смешивать резервы, но как-то прописано в законодательстве. И учет прочих резервов в элементах справочника используют для группировки и, в общем-то, виды, например, виды резервов и оценочных обязательств. Мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться, к сожалению. И посмотрим с вами вот такой слайдик, который иллюстрирует настройку начислений по отпускам. То есть это опять разделы НЦИ и администрирования. Мы сейчас снова сюда переходим в раздел НЦИ и администрирования. И, соответственно, настройка начислений и удержаний нас интересует вот этот пункт, то есть отпуска. Мы проставляем флажки в тех ситуациях, которые в вашем конкретном предприятии используются. Ну, чаще всего, естественно, ставим флажок, что у нас используется учебная отпуска. Ну, а, естественно, уже вот эти флажки проставляем в том случае, если у нас имеются такие сотрудники и пользуются они такими льготами, то есть отпуска чернобыльцам, отпуска без оплаты мы проставляем флажок, потому что это присутствует практически почти всегда. То есть вот за свой счет будем считать, что он у нас есть. Ну, я не ставлю отместочку в том числе внутри сменные, потому что мы пока рассматриваем более общую ситуацию. Ну, естественно, я проставила чекбокс, и теперь выбираю применить и закрыть, и снова оказываюсь в разделе НСИ и администрирование. Вот он, этот наш раздел. Теперь снова возвращаемся к слайдам, и у нас кроме этих грубых расчетов, грубых настроек, есть еще более тонкие настройки, которые расположены практически во всех подразделах. То есть вот сейчас мы с вами перейдем в раздел кадры, и, соответственно, здесь посмотрим, что у нас касается отпусков. Вот так. Раздел кадры. И то, что касается у нас, как вы видите, есть раздел настройки и справочники. И если мы переходим в этот подраздел, то у нас здесь есть вот такой справочник «Виды отпусков». И вот уже в «Виды отпусков» мы как раз-таки можем создавать вот этот набор, про который мы поговорили вначале, то есть 24 вида отпусков. Мы можем использовать кнопочку «Создать» и добавляем, естественно, тот отпуск, который нам требуется. И здесь отмечаем, то есть это у нас как обязательный отпуск или отпуск без оплаты, как мы его предоставляем в календарных днях. Так, сейчас вот. Напустим, в календарных днях, в рабочих днях. Но по законодательству мы должны, в общем-то, в календарных днях предоставлять. И задаем дополнительно параметры, которые соответствуют этому виду отпуска. Я не буду сохранять. Мы, так сказать, посмотрели, выяснили, что это можно сделать, как сделать, и уходим без сохранения. Нет, не надо. Это у нас виды отпусков подраздел «Кадры» и «Настройки» и «Справочники». Значит, сейчас снова вернемся к слайдам. Естественно, если мы задали дополнительные виды отпусков, то есть вот пиктограммка, которую вы видели, это виды отпусков, которые сейчас... Снова вернусь, чтобы не быть, так сказать, глаз луном. Значит, здесь у нас виды отпусков. Как вы видите, есть вот такая пиктограммка, черточка с точкой. Это значит, что отпуска были сформированы через конфигуратор при установке конфигурации. Естественно, то, что я делаю самостоятельно, добавляю, которые отпуска мне требуются, у меня отмечены вот такой пиктограммкой, то есть тире без точки. Ну, естественно, я назвала его таким образом, чтобы сразу было понятно, что это мое творчество. То есть отпуск тестовый, ну, например, вот он у меня был необлачиваемый. А вы создаете тот, который вы используете, например, существуют дополнительные виды отпусков, вот там дополнительный отпуск за напряженную работу, за работу с документацией, там, ну, собственно говоря, все разрешенные законодательством. Так, сейчас снова возвращаемся к слайдам. И, значит, вот о чем поговорим еще, что отпуск, как мы говорили, уже можно назначить для определенной категории сотрудников. И нужно помнить, что если мы через конфигурацию устанавливаем какие-то дополнительные отпуска, то у нас эта процедура должна быть описана в местных локальных документах. То есть, например, положение по оплате труда, положение о премировании, ну, то есть виды отпуска, которые мы предусматриваем, должны обязательно отражаться в локальных нормативных актах. И при, например, при приеме на работу мы должны устанавливать уже конкретным сотрудникам виды отпусков. Сейчас мы снова переключимся на демо-версию, посмотрим такой момент. То есть, у нас, например, так, эти отпуска мы уже можем закрыть. Мы их посмотрели. Настройки и справочники. Значит, например, кадровые документы переходим. И, ну, вот возьмем приемы перевода и увольнения. Значит, вот возьмем прием на работу. Значит, когда мы создаем, вводим документ о приеме на работу сотрудника, мы заполняем карточку сотрудника. И, соответственно, в этой карточке у нас есть вот такая ссылка, то есть вид занятости, мы отмечаем, что это основное место, и имеет право на ежегодную отпуск 28 календарных дней. И у нас здесь есть ссылка синим текстом, вот она выделена, редактировать. Если я перехожу по этой ссылке, я попадаю вот в такой интерфейс, где я могу внести сведения про дополнительный отпуск. То есть вот он у меня, основной отпуск 28 дней. И я ввожу те сведения об отпусках, которые мы применяем на предприятии для такого вида сотрудников. Такого как бы, ну, не вида, такого типа сотрудников. И, соответственно, на остальных закладочках я уже вношу сведения. Так, отключим. Я вношу сведения про оплату по окладу, про трудовой договор. Ну, собственно говоря, заполняю стандартный документ о приеме на работу. Сейчас мы его пока закроем. Нет, у нас не надо нам сохранять изменения. Таким образом, вот мы с вами настроили уже все отпуска, которые применяются на наших предприятиях, допустим. И теперь немножко еще нормативные информации. То есть мы с вами рассмотрим сегодня наиболее часто, естественно, встречающиеся отпуска. То есть уже совсем такие раритетные, может быть, не будем рассматривать, потому что, к сожалению, нет на это времени. У нас с вами только час выделен. Значит, ну, естественно, в первую очередь это у нас бывает отпуск по беременности и родам. Так называемые, если аббревиатуру брать, беременность и роды. То есть с этим сталкивается практически каждый кадровик в каждом предприятии. И вот здесь у нас в этом году были достаточные изменения, поскольку, в общем-то, сейчас по беременности и родам, то есть идет очень активно, либерализуется, так сказать, законодательство в отношении материнства и детства. И, значит, сейчас у нас для того, чтобы предоставили такой отпуск, электронный документооборот, по нему мы получаем больничный лист и, соответственно, дородовый и послеродовый отпуск. Обратите внимание, что несмотря на то, что это больничный лист, то есть несмотря на то, что официально это больничный лист, мы оформляем отпуск по беременности и родам. То есть 70 дней дородов и 70 дней послеродов, несмотря на то, что на этот период у нас имеется больничный лист и вроде как больничный лист и отпуск не совсем тождественные термины. Ну, естественно, если, допустим, роды были осложненные или там какие-то были оперативные вмешательства, то в этом случае отпуск увеличивается. В этом случае у нас 84 дня дородов и 86 дней после. А если деток несколько, то есть, допустим, близняшки или двойняшки-тройняшки, то, соответственно, отпуск может увеличиваться до 110 дней. И здесь обратите внимание, значит, от сотрудника, кроме больничного листа, нужно заявление, что прошу предоставить отпуск по беременности и родам. То есть административный такой документ. Хотя, в принципе, несмотря на то, что этот документ выписывается сейчас в электронном формате и приходит там в электронном формате, от сотрудника все равно требуется заявление. То есть на этом настаивают трудовые инспекции и так далее. Если женщина, естественно, после беременности берет отпуск по уходу за ребенком, у нас два отпуска до достижения ребенком полутора лет и до достижения ребенком трех лет. В этом случае сопровождается каждый такой отпуск заявлением. И в программе мы оформляем соответствующий отпуск, предоставление соответствующего отпуска. Ну и здесь может быть осложняться ситуация, когда во время отпуска по уходу за ребенком у женщины наступает новая беременность и она уходит в новый отпуск по беременности и родам. В этом случае у женщины есть право выбора одного из двух видов пособий. То есть это у нас регулируется законом номер 255 ФЗ, обратите внимание. То есть когда у нее периоды налагаются друг на друга, она выбирает одно из видов пособий, которые положены по этому страховому случаю. Когда мы с вами оформляем отпуск по беременности и родам, то мы не учитываем стаж, мы берем 100% среднего заработка, независимо от стажа, который у нас есть у сотрудниц. Здесь у нас с вами и в программе 1С ЗУК, то есть зарплаты управления персоналом, и в конфигурации ERP, и в конфигурации 1С ERP управления холдингом. Учет больничных листов в принципе одинаков и находится он у нас в разделе зарплата и кадры. И вот у нас эта ссылочка. Значит, зарплаты, допустим, вот так. И у нас с вами здесь есть больничные листы. И по больничному листу мы заходим и оформляем отпуск по беременности и родам. Снова вернемся к слайдикам. Значит, нормативная, так сказать, информация. Вот вы ее видите еще и на слайдике. То, что я проговорила. Переходим теперь к другому моменту. Для оплаты по больничному листу по беременности и родам мы с вами можем выбирать 2 года предшествующей беременности. И, соответственно, в этом случае выбираем заработок средний, который у нас получается, но не превышающий как бы величину, предельную величину. В 2004 году у нас предельная величина составляла 2 миллиона 225 тысяч. Но вот тоже анонсировано уже, что эта сумма будет увеличена в связи с новыми ставками НДФЛ и так далее, которые у нас будут действовать с 2025 года. Значит, по беременности и родам мы с вами отпуск обсудили. Теперь отпуск по уходу за ребенком. То есть, соответственно, в программе у нас с вами есть возможность, вот мы ведь включились, допустим, в разделе кадры у нас с вами есть отпуска по уходу и возвраты из отпуска. То есть это подраздел кадры, раздел отпуска по уходу и возвраты из отпуска. То есть здесь мы с вами создаем через кнопочку «Создать», допустим, отпуск по уходу за ребенком и заполняем соответствующие поля. Обращайте внимание на поля с красным подчеркиванием. Это поля обязательные к заполнению. Ну и, соответственно, здесь нет ничего нового. Это все штатные механизмы и уже достаточно давно применяемые. То есть мы не будем на них подробно остановиться. Значит, теперь снова возвращаемся к слайдикам. Здесь у нас прописано изменения, которые происходили в этом году. С первого января 2024 года у нас пособие по уходу за ребенком до полутора лет, во-первых, может взять любой член семьи, который осуществляет такой уход. И самое такое, скажем, приятное новшество – это то, что если, например, женщина вышла из отпуска по уходу за ребенком на неполный день раньше, чем оканчивается отпуск, то она получит и зарплату, и пособие. Но если она вышла на неполную ставку. То есть, в принципе, это очень приятное послабление, потому что раньше такого выбора не было. То есть она однозначно, если получает зарплату, то прекращает получать пособие. С этого года, с 2024 года, может получать и зарплату, и пособие. Но, естественно, от сотрудника нужно и заявление, и сопроводить это заявление приказом о том, что такого-то числа человек выходит на работу. С 2024 года направлять уведомления о прекращении права на пособие не надо. То есть фонд продолжит платить, поскольку у нас в этом году прямые выплаты до достижения ребенком полутора лет, независимо от того, работает женщина или не работает. Еще у нас касательно регламентированных отчетов в этом случае есть одно изменение. То есть у нас добавился тип сведений назначения выплат по ОСС. В этом случае мы, когда заполняем подраздел 1.2 формы ЕФС-1 с типом сведений назначения выплат по ОСС, представляется у нас отчет на застрахованное лицо, которое подавало заявление. И должны мы заполнить этот подраздел в течение трех календарных дней со дня, когда сотрудник написал заявление. Вы здесь обратите внимание, поскольку раньше у нас сотрудник мог представить больничный лист с опозданием, например, через 2-3 месяца и так далее. То теперь, поскольку больничные листы выдаются только в электронном формате, то, соответственно, сроки подачи заявлений, подачи больничных листов у нас изменились. Теперь медицинская организация подает сведения про больничный лист. И мы можем обмениваться с Фондом социального страхования такими сведениями. Это происходит у нас только в новых релизах. То есть, если у нас релиз, допустим, 3.1.28.64, то в этом случае у нас такая возможность уже есть. Значит, сейчас мы с вами посмотрим это на практике. Переключаемся на нашу конфигурацию. И здесь у нас с вами в разделе регламентированный учет находится, как обычно, журнал нашей отчетности. То есть, это у нас, ой, вот так вот, чтобы мы могли переключиться. Закладочку я уже открыла заранее. 1С отчетность. И здесь мы создаем с вами сведения о застрахованных лицах. Это по кнопочке создать. Мы с вами смотрим отчетность по ФИЗ лицам. И здесь у нас с вами есть вот так. Сведения о застрахованных лицах с СЗВМ. И обратите внимание, если мы продаем сведения по ЕФС-1, раздел 1.2 или раздел 1.1. Сейчас мы с вами посмотрим, вот, допустим, сведения о застрахованных лицах с СЗВМ. Вот это у нас уже создан такой отчет. И, собственно, что я хочу вам в этом отчете показать. Вот у меня он открытый. И, соответственно, сведения по... Вот так... ...сведения по застрахованным лицам, когда у меня заполнена вся информация, я могу посмотреть вот по этой кнопке. И в этом случае у меня будет сформирована, соответственно, отчетность. Если я за прошлый период смотрю, то будет СЗВМ. А если я смотрю за уже текущий период, то у меня будет отчетность ЕФС-1. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Значит, мы, когда у нас идет отправка сведений по беременности и родам, заполняем раздел 1.2. В этом случае мы соблюдаем сроки трехдневные. И, как вы видите, нормативную информацию. Вот у меня ссылка и на нормативные документы, которые регулируют, и ссылка на релиз. Сейчас мы с вами вот такой слайдик посмотрим. То есть это раздел 1С-отчетность и то, как раз, где мы с вами только что побывали. Ну, это у нас, собственно говоря, где мы видим тип сведений. И мы с вами здесь выбираем тип сведений назначения выплат по ОСС. То есть где мы можем увидеть именно эту добавленную строку. то есть здесь вы видите информацию о отпуске, который касается ухода за ребенком до трех лет. И здесь есть такая возможность, что, во-первых, этот отпуск может быть использован любыми родственниками, то есть либо отцом, либо бабушкой, либо дедушкой, либо опекуном. То есть тем человеком, который осуществляет практический уход за ребенком. Ну и, собственно, в отчете мы в стаже следует отражать код дети ПРЛ. Ну, соответственно, в общем-то, эта отчетность уже тоже не новая и тоже заполняется достаточно давно. Ну, то есть это уже всем знакомый вариант. Еще один момент, на котором стоит обратить внимание. То есть у нас с этого года НДФЛ считается по, не по отдельности каждая база, а суммарно. То есть по всем местам работы. И, соответственно, в этом случае мы должны обращать внимание на то, что если у нас суммарный объем оплаты труда больше 5 миллионов, то в этом случае мы применяем уже другие ставки. И, собственно говоря, при получении пособия работник может выбрать у какого работодателя получать пособие. В общем-то, вот сейчас на стальтике мы с вами посмотрим, как отмечается в среднем остаже отпуск. То есть отпуск по беременности и родам. То есть в этом случае здесь отмечается декрет. И, собственно, если это отпуск по уходу за ребенком, то будут отражаться дети. И вот такая такая возможность выбора. То есть дети это у нас отпуск по уходу за ребенком. И дети ПРЛ, то есть дети по уходу за ребенком, если такая возможность предоставляется другим родственникам. То есть не матери, а кому-то из членов семьи. Еще про что обязательно нужно сказать при отпусках. Ну, естественно, мы отправляем в СФР раздел 1.2, то есть форма ЕФС-1. И, как я уже говорила, у нас тип выплат, назначение выплат по ОСС. Это у нас регулирует порядок заполнения отчетности. Значит, теперь еще, если мы говорим про пособие по беременности и родам, то у нас в этом случае расчет остался прежним. то есть мы делим на 730 дней собственно начисленную сумму, которая была начислена за предыдущие два года. И, как я уже сказала, максимальный размер среднедневного заработка в 2024 году 4039 рублей 73 копейки, а в 2023 году он был практически в два раза ниже, то есть 2736 рублей 99 копеек. То есть, как вы видите, достаточно серьезно увеличился размер минимального и максимального заработка у нас за этот период. и есть еще вот такая информация. То есть, мы подаем сведения в СФР, соответственно, более подробные и СФР может запрашивать какие-то дополнительные сведения. Если у нас запрашивают с вами сведения СФР, то для этого существует четко ограниченный срок, в течение которого они должны запросить сведения, и в течение которого мы должны им ответить. То есть, при получении нашего ответа СФР в течение 10 дней должно внести эти изменения, которые они запросили, и будет счастье. Естественно, если работодатели подают сведения с опозданием, то получаются штрафные санкции. Ну, вот по срокам вы видите на экране информацию, которая у нас есть. главное не пропустить сроки, и главное в эти сроки им послать ответ. То есть, чтобы не возникало претензий. Ну, к сожалению, ответ от СФР может прийти в последний день срока. Обычно они, к сожалению, не торопятся с внесением изменений или исправлений или с опработкой информации. Ну, собственно говоря, электронный документооборот с социальным фондом у нас не претерпел изменений в 2024 году. У нас это уже отработанная система, тем более действовал сначала пилотный проект, уже только потом переходили на прямые выплаты. И здесь я еще хочу показать такую информацию. То есть, кроме отпусков, про которые мы поговорили у нас с отпуска, мы вначале настраиваем, потом оформляем соответственно в программе. И кроме того, у нас основные изменения, которые были, коснулись отчетности. Отчетности по НДФЛ. И в этом случае у нас НДФЛ привязана естественно не только к отпускным начислениям и расчету НДФЛ, но и к размеру социальных вычетов, которые у нас могут применяться. В этом году социальные вычеты достаточно сильно увеличились. И если мы говорим о НДФЛ, то должны обязательно учитывать вот такие изменения. То есть, теперь у нас социальный вычет мы можем применять на обучение самого сотрудника, на обучение детей, при этом вычет на обучение ребенка увеличен практически в два раза, то есть до 100 тысяч, на физкультурно-оздоровительные услуги, на негосударственное страхование, на дополнительную накопительную пенсию и обратите внимание независимую оценку квалификации налогоплательщика. То есть, это редко используемый вычет, работодатель его обычно не предоставляет, а получить его может работник, если подает декларацию в налоговый орган по окончанию периода, то есть за 2023 год мы должны подать такое заявление в 2024 году жестких сроках при этом не предусмотривается. И естественно все эти изменения у нас должны быть отражены в локальных нормативных актах. То есть, соответственно, положение о составе затрат, положение опримерований и учетная политика предприятия. в отношении учетной политики у нас в 2024 году не было серьезных изменений, типа то есть сам механизм утверждения учетной политики и документация, которая сопровождает этот процесс в 2024 году, то есть в 2023 году мы на 2024 год устанавливали учетную политику, в этом плане ничего не изменилось. А вот в конфигурации сейчас мы снова с вами переключимся сюда. Кроме того, что мы должны просмотреть учетную политику, у нас появились новые отчеты. Ну, во-первых, по отчетам, которые касаются отпусков, мы с вами вот так у нас есть раздел кадровые отчеты и здесь мы можем, как вы видите, ну, наверное, наиболее часто употребляемые так, наиболее часто употребляемые отчеты это справки об остатках отпусков, то есть, естественно, если мы используем эту ссылку, переходим на какую-то конкретную дату задаем и формируем этот отчет, у нас с вами отражается и остаток, допустим, недогуленных отпусков, очередных и остатки отпусков, которые касаются беременности и родов, ну, то есть, всех видов отпусков, которые мы в программе используем. Так, это мы сейчас закроем. Значит, и в разделе кадры, кадровые отчеты, и в разделе зарплата, отчеты по зарплате, у нас с вами есть возможность получить сведения об отпусках, но кроме этого и в одном и в другом разделе и кадры и зарплата у нас с вами есть вот такая возможность так, кадры у нас есть с вами возможность использовать блок отчетов 1С, то есть ой, извините, значит, сервис кабинет сотрудника, это у нас отчет, который позволяет сотрудникам, минуя бухгалтерию, то есть самостоятельно получить отчет, например, 2НДФЛ, справки, то есть не загружая дополнительно работников в бухгалтерии. и в меню заработная заработная плата у нас с вами тоже есть такой же сервис кабинет сотрудника, то есть мы тоже можем его использовать, это один и тот же отчет, просто выведен в разные разделы. И есть блок отчетности, то есть 1С отчетность. В этом случае мы попадаем в меню, которое вот так мы видим это в виде списка, а если я перехожу в общий журнал отчетности, то у меня в этом случае есть возможность те же самые пункты меню вот в верхней линейке указаны и я могу вот так сейчас мы сделаем то есть я могу перейти по этим пунктам в личные кабинеты, то есть почему меня интересуют именно личные кабинеты, потому что в этом случае личные кабинеты у нас с вами сейчас мы позакрываем лишнее, а то вот так сделаем значит в этом случае меню зарплата 1С отчетность вот так личный вот это рекламный баннер который хвалит программа себя хвалит говорит какая она лапочка и сервис 1С отчетность то есть у меня есть блок 1С отчетность в который входит общий журнал отчетности который я сформировала и соответственно ссылка про личные кабинеты а вот сервис 1С отчетность позволяет напрямую обмениваться информацией письмами там так далее с вот этими фискальными органами которые мы видим на заставке то есть минуя операторов связи то есть не отсылая файлы например оператором ТКС типа СБИС астралоотчетность и контур и так далее мы можем напрямую обращаться в социальный фонд допустим в Минобороны ну то есть во все эти фискальные органы поподробнее про этот сервис можно почитать вот по гиперссылке подключиться тоже очень несложно достаточно нажать кнопочку но как всегда к сожалению у нас есть в этом свинстве ложка декста она заключается в том что это сервис платный если у вас подписка на ЭТС проф то вы имеете право внимание одно юрлицо только из своих юрлиц подключить бесплатно остальные за денежки и соответственно если у вас подписка техно то то в этом случае у вас бесплатного подключения вообще нету а вы можете только за денежки подключиться так сейчас мы подвинем этот вот так вот и почему это важно потому что в разделе регламентированный учет у нас с вами есть раздел то есть мы с вами смотрели раздел 1С отчетность а если опустимся немножко ниже у нас есть раздел единый налоговый счет и вот здесь у нас появился новый сервис личный кабинет единого налогового счета то есть соответственно и все наши НДФЛ и все наши другие налоги поскольку платится все теперь только через единый налоговый счет у нас можно посмотреть вот по этому сервису но если я хочу перейти в этот сервис у меня появляется вот такой интерфейс я например очень радостно выбираю какую-то свою организацию в предвкушении замираю и получаю вот такую ссылку что я должна сначала подключить сервис 1С отчетность и вот когда я перехожу на этот сервис хочу подключить да все я согласна у меня значит во-первых запрашивается дополнительная информация про мою организацию а во-вторых появляется вот такой вот такая вот ссылочка ты переходи по этой ссылке я могу смотреть во что мне обойдется данный сервис то есть естественно уже прикидывать свои финансовые возможности могу себе это позволить или нет а во-вторых вот этот переход иллюстрирует мою безалаберность скажем так то есть высвечиваются сведения которые должны были быть заполнены при первоначальной запуске конфигурации а у меня эти сведения я видимо поленилась своевременно заполнить и как вы видите ни ОГРН не заполнено ни какие-то госорганы то есть у меня видите ошибки высвечиваются и второй момент что несмотря на то что программа собственно достаточно большая и современная здесь сохранилась вот такая вот тонкость то есть как вы знаете с 1 сентября у нас с вами действует новый порядок электронных подписей для физических лиц то есть для того чтобы бухгалтер мог подписать отчетность какую-то у него должна быть электронная подпись оформленная на физическое лицо и оформлена машиночитаемая доверенность и соответственно в этом случае должна быть должны быть проверены эти данные то есть ЭЦП если необходимо ее переоформить то это надо сделать но как вы знаете у нас уже давно ЭЦП выпускает только налоговые органы а здесь мы с вами видим вот такой выбор то есть либо в инспекции ФНС либо выбор коммерческой организации то есть в нашем случае мы естественно должны выбрать ФНС и вот вы видите такая предупреждающая надпись что мы можем подробнее перейти по гиперссылке почитать как оформляется сертификат и что нам надо делать в этом случае вот такой к сожалению не очень удачный момент и как вы видите халтурила я при заполнении достаточно много потому что у меня не заполнены ни паспортные данные про моего директора ну соответственно ни сведения про мои регистрационные номера то есть в общем-то если например я обнаружу у себя такую картинку то я могу совершенно обоснованно предъявлять претензии сотруднику который занимался заполнением такой информации так теперь мы с вами отсюда перейдем все мы здесь посмотрели что нам было нужно теперь мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам и я хочу вернуться к начальному слайду с которого мы начинали напомнить вам наши контактные данные к сожалению наше время уже истекло и кроме как успеть еще раз напомнить контактные данные я уже ничего не смогу ну мы будем рады обратной связи будем рады услышать от вас пожелания и замечания и будем рады оказаться вам полезными компания кодерлайн занимается настройками доработками сопровождением уже достаточно давно у нас богатый опыт в этом отношении и мы приглашаем вас к взаимному сотрудничеству и собственно говоря на этом наша встреча заканчивается мы будем рады обратной связи как я уже говорила благодарим вас за уделенное нам время всего доброго хорошего вам дня до сих пор 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 Продолжение следует...